Его очень многие знают, наверное, уже тысячи людей, да, и сейчас уже даже узнали здесь у нас в Америке его. Поэтому он нам и здесь помогает, и по всему миру. Хотя он сейчас на отдыхе, все равно согласился с нами провести этот Zoom и рассказать не о бизнесе, а о здоровье. Поэтому я хочу его пригласить. Пожалуйста, Анатолий, расскажи нам то, что ты нам рассказывал, и о концепции здоровья, и о программе 90 дней, которая у нас есть. Окей. Спасибо большое, спасибо, Ирин. Скажи, как меня слышно, как меня видно? Отлично. Да, потому что света не очень много здесь. Но все видно хорошо. Да, ну все, я так все, что можно, включил все в номере, чтобы меня как-то было видно. Ну что, друзья мои, и давайте еще раз начнем мы с самого, наверное, главного. Ты сделай, пожалуйста, меня тоже админом, чтобы я мог после чего звуки отключать людям. Либо ты сама проследи, чтобы микрофон включать, вверху есть синенький такой значочек, нажимаешь на него, над человеком просто включить звук, чтобы люди часто не знают, разговаривают просто. Когда человек разговаривает, то камера на него переключается, и меня не слышно. Смотрите, сейчас я вам дам информацию, дам ее очень коротко, у нас не так много времени. Эта информация нигде не печатается и не издается. Это закрытая информация. Хотя я считаю, что нужно передавать ее из поколения в поколение, от школы, в институтах, везде, везде, везде. По той простой причине, что, ну, во-первых, государство это невыгодно, вам надо будет платить пенсию очень долго. Кому это выгодно, да? Вы отработали 20-30 лет, и надо, чтобы как можно быстрее вы ушли в мир иной, чтобы вам не платить деньги, чтобы они остались где-то там, непонятно где. Не будем уже на эту тему фантазировать. Первое. Второй вариант. Вы невыгодны нашей медицине. Это тоже, этим управляют государства, либо какие-то большие олигархи по той простой причине, что лекарство занимает по продаже своей денег, дает больше, чем оружие. Лекарство продается кругом, на каждом углу, вы должны понимать. Поэтому это невыгодно. Именно по этой причине эта информация никогда не будет не деписаться, и она будет всегда закрыта за этими печатями. Называется эта информация концепция здоровья, либо концептуальный подход к здоровью. То есть, что нужно делать концептуально, чтобы прожить дольше и качественно. Сразу говорю, нет никаких волшебных пилюй, я вас озачарую. Нет никакой какой-то сумасшедшей такой микстуры, или какого-то действия, или волшебного слова. Сим-сим-силибим, оп, и ты живешь 20 лет. Нет, такого нет. Это работа, это работа над собой. Начнем с самых главных вещей. Какие? Есть пять вещей, которые влияют на наше здоровье. Вы должны это четко понимать. Первая вещь называется наследственность. Это занимает 14-17% по здоровью. То, что есть у нас, то, что дано Богом. На это можно повлиять? Можно, но не так сильно, как хотелось бы. Это то, что передается вам по ДНК. Вторая вещь, которая у вас есть, это экология. Это то, где вы живете, то, чем вы дышите, то, что вы пьете, сколько у вас солнца и так далее, и тому подобное. На это можно повлиять? Можно. Но готовы ли вы будете ради этого переехать, не знаю, в Швейцарию жить? Или на Северный Кавказ, где много солнца, море и так далее. Понимаете, о чем говорю? Вторая вещь. Третья вещь – психология. Есть такой пункт, я так говорю, прежде чем лечить кишку, надо вылечить башку. У вас все проблемы в голове. Поэтому все вот здесь. Называется это слово психосоматика. Вы, допустим, знаете, что, допустим, онкобольные, сейчас раньше, допустим, у нас сосудистые заболевания были на первом месте, сейчас уже онкозаболевания на первом месте. И уже по психосоматике это болезнь тех людей, негативных людей, так будем говорить. Это люди, которые очень часто допускают тебе какие-то страшные мысли. Это страхи и негатив. Это уже доказано. Это на психосоматике. Как только человек начинает просто эти вещи в своей голове убирать, даже не принимая лекарства, может от этого избавиться. Это уже доказано. Не мной, уже куча ученых об этом говорят. Психосоматика. Если проблемы есть уже по-женски у женщины, то, соответственно, у них есть какие-то обиды на мужчину. Это тоже уже доказано. Это тоже можно опять-таки в своей голове поковыряться и понять, где. Это не так явно. Кажется, что я мужа люблю. Но это где-то там внутри червячочек сидит, которым подтачивает, знаете, так. И делает свое дело. Вот все отсюда. Это психосоматика. Мы сегодня об этом тоже не будем. Это огромный такой пласт. Единственное, что по психосоматике я скажу вам от себя. Если вы хотите жить долго и качественно, что вам нужно сделать? Первая вещь. Перестаньте смотреть телевизор. От слова совсем. Вообще. Максимум. Для чего можете его использовать? Для двух вещей. Первое. Смотреть на нем какой-то YouTube. Либо взять флешку, как мы дома сделали, большую, там терабайт, два терабайта. Начать туда фильмов. Каких-то мелодрам, где его можно поплакать, да. Если вам нравится, пожалуйста. Комедии. Путешествия. И так далее. То есть вот эти вещи смотреть. Больше ничего. Вторая вещь. Перестаньте смотреть газеты, журналы, слушать радио, где есть новости. У меня в моем бизнесе, здесь, в котором я занимаюсь, в моей организации есть много потребителей с рынка радио и телевидения. Я не говорю про Америку, сегодня мы для Америки выступаем. Я уверен, что там то же самое. Но я буду говорить, что происходит в России и в Украине. У меня есть люди, которые, они не владельцы компании, но они работают там. Кто-то ведущими работает на больших центральных каналах Украины и России. Так вот, они мне говорят, Олик, все, что ты видишь, это все заказное. Потому что телевидение – это бизнес. Это такой же бизнес. И чтобы его кормить, нам заказывают, что показывать, и мы это показываем. Надо сказать, это мы показываем это. Сказали вот это, показываем вот это. Поэтому там правды нет. Это не я говорю, это говорят люди, которые работают на телевидении. Однажды я выступал на большой сцене, был несколько сотен человек. Я сказал эту вещь по психологии. А человек мне из зала говорит, Анатолий, а вдруг война? А вы об этом даже не знаете. Что же делать? Как же быть? Я говорю, дорогой, я говорю, мой, если я узнаю о том, что случилась война, последним узнаю об этом, я буду самым счастливым человеком на планете. Понимаете, да? Вы будете сам счастливым, создать об этом последний. До сих пор, не поверите, есть люди, которые жили в тайге, которых война прошла мимо, Великой Отечественной наша война. Они жили далеко, а у них не было ничего. Многих до сих пор нет. И как-то все прошло тихо, мирно. Пять лет воевали, они даже об этом не знали, потому что в тайге жили. Вот к чему это. Это такие маленькие моменты, это очень важный. Третья вещь по психологии. Перестаньте общаться с людьми, которые высасывают вашу энергию. Это легко проверить. Пусть человеком пообщались, и у вас такое осадочное душе остается. Ты приходишь, начинаешь думать, чем ты занимаешься, то ли ты пьешь, то ли ты ешь, не так ты дышишь, что ты делаешь. Понимаете? Это те люди, которые хотят вашу энергию. Они вампирят ваши. Если так сказать. Если проще, то просто они за счет вас живут. Как пиявки. Есть люди, которые хотят, чтобы люди раздражались, они от этого питаются, им от этого кайфово. Не поверите, это могут быть даже наши родные. Это самый большой манипулятор в нашей жизни по той простой причине, что они знают вас как облупленных и играют на фибрах вашей души, просто как на гитаре, как на баллайке. И достают вас по полной программе. Если вы не хотите этого, просто постарайтесь как можно меньше с ними общаться. С кем надо общаться? С теми людьми, которые вам дают много энергии, вдохновения, желание жить, быть здоровым, молодым. Вот с такими общайтесь сколько угодно. Они вам энергию дают. Вы с ним поговорите и вы скажете, господи, ну как же классно. Ну просто, просто забыть. Понимаете? Вот с такими надо с людьми общаться. Я таких людей делаю на две категории. Люди-заборы. Люди, через которых приходится через ползать. Они говорят, у тебя ничего не получится. Это не для тебя. Какие бады? Забыть про бады. От бадов умирает и так далее. А есть люди лифты. Люди, которые вас поднимают наверх и показывают, что можно лучше жить, можно иметь качественную жизнь, качественное питание, качественное, понимать, другие люди. Постарайтесь, по крайней мере, тебя окружать такими людьми. Это очень мега важно. Поэтому есть такая поговорка, руссконародная вы все прекрасно знаете. С кем поведешься, того и наберешься. Вот это про это, про окружение. Третьи моменты дадут вам возможность жить спокойной, счастливой жизнью. Проверено. Психосоматика. Едем дальше. Три пункта озвучили. Пункт четвертый. Физиология. Это наша физкультура. Не спорт. Не путайте, пожалуйста. Спорт, как таковой, это вред для здоровья. Может быть, кого-то я разочарую, но это вред. Для здоровья это фитнес, пилатес, плавание, ходьба, боль. Пожалуйста. Безобидные игры, где вы не умираете. Я объясню почему. Не умирайте в смысле на занятиях, на тренировках, когда вы живые остаетесь. У сердца уже подсчитано тоже. Я не буду врать цифру, сейчас не помню. Сколько там миллионов, по-моему, 140 миллионов или миллиардов. 140 миллиардов. Но забейте в Google, пробейте мы эту цифру. Сокращений есть. Программа такая стоит у него. И вот она сокращается. И чем она быстрее отработает свое сокращение, тем быстрее оно износится. Так вот, когда вы занимаетесь персональным спортом, вы изнашиваете свои системы гораздо быстрее. И люди, которые занимаются спортом, вы прекрасно знаете, они когда в спорте, они все у них хорошо, классно. Как только они бросают спорт, они начинают просто рассыпаться. У них сцепятся суставы, мышцы, они начинают жареть и так далее. Это плохо. Поэтому лучше всего, это уже доказано китайцами, надо быть гибким. Поэтому надо заниматься тем, что вас делают гибче. Это всякие всевозможные растяжки, йога, фитнес, пилатес. Вот эти вещи продлевают жизнь. Пожалуйста. То же самое, это физкультура, что касается, это надо двигаться. Но уже доказано, что нужно находить, раньше была цифра 10 тысяч шагов, сейчас уже говорят, надо находить 12 тысяч шагов минимум, чтобы работала лимфосистема. Есть такая у нас белорека жизни, об этом мало кто знает, но это очень важно знать. Есть у нас такие, помимо сосудов, такие лимфотоки. И там такие чашечные, ну как такие лепестка два у них внутри. Так вот, эти лепестки пропускают лимфу, хоп, и закрываются. Лимф поднимается вверх, хоп, закрывается, лимф покрывается вверх, хоп, и так вот. Так вот, лимфу толкается, она идет против того, как есть в природе. Обычно у нас все падает сверху вниз, а она наоборот двигается, она поднимается снизу вверх и поднимает ее икроножные мышцы, икры. Когда вы ходите ступнями, лимфа поднимается, лепесточки закрывают, поднимается, закрывается, так они гуляют. То же самое на сосудах. Так вот, вы должны это четко понимать, что когда вы ходите, вы гоняете кровь, вы гоняете лимфу. Это очень-очень важно для здоровья. Движение. Движение до жизни, говорят, опять не я что-то придумал. И последний пункт, пятый пункт, маленький, вроде бы маленький, но Гиппократ говорил, что это самый главный, на его взгляд, пункт. Это питание и вода. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Четыре пункта я только озвучил, но поговорим сегодня об этом пункте. И Гиппократ говорил, все знают фразу его, что там, сделайте свою еду лекарством, а лекарство своей едой. Помните такую фразу? Или мы то, что мы едим. Он давным-давно уже, столетия назад, доказал о том, что действительно это так и есть. А теперь давайте вернемся к самым главным, к базовым вещам. Мы с вами в школе проходили такую интересную вещь, что мы с вами состоимся из клеток. Миллиарда клеток, которые делятся постоянно. Сейчас мы с вами разговариваем, клетки делятся постоянно. Идет жизнь в нас внутри. Вы спите, едите, а они делятся. Они рожают потомство ежесекунду. Так вот, вы состоите из миллиарда клеток, которые плавают в воде. Вы бассейн с водой. Вы состоите из воды на 70%. Когда вы рождаетесь на 90%, потом потихонечку, потихонечку, потихонечку высыхаете. Именно по этой причине был такой-то товарищ Авиценна, тоже заметный врач. Он говорил, что старость – это сухость. Почему я говорил про растяжки? Что нужно пить воду, чтобы не высыхать. Если дерево не поливать, оно высохнет, оно умрет. Так и человек, если он не будет пить в нужное количество воды, он будет высыхать. Тоже самое кожа. Очень много женщин, сейчас слушают меня. Многие женщины берут кремами, мажут лицо. Побладите к дереву. Может быть, это там есть во дворе у вас. И помажьте кремом кору дерева. Как вы думаете, ему это сильно поможет? Нет. Это слой, который постоянно улучшивается. Можно увлажнять? Можно. Я не буду выражаться. Это до одного места – это дверцы. Надо пить. Воду надо пить. Почему я это знаю? Я в этом убедился. Мы с Нотарией отдыхали в Таиланде. Мы отдыхали в Шри-Ланке. В той стороне Филиппины и все остальное прочее. И там люди очень молодо были. У нас был гид, который нас возил. Мы с ним разговаривали. И он так прямо рассказывает. Я не понимаю, сколько ему лет. Я думаю, ему лет 40. Он говорит, нет, мне 60. Когда мы его узнали в автобусе, мы все были просто в шоке. Как? Он говорит, понимаете, все дело в том, что… И тут я опять для себя подчеркиваю то, что я и так знал. Но он мне это подчеркнул. Первое. У нас большая влажность. То есть там, где влажность, у них идет естественно. Те, кто живет у моря. У них естественное увлажнение кожи идет. Она не высыхает так быстро. И второе. У нас очень жарко. Мы пьем много воды. И он действительно постоянно хотел бутылочку воды и ее пил. Он себе все увлажнял и изнутри. Поэтому первый пункт, о котором вам нужно знать, чтобы вы не высыхать… Вот, допустим, зрение падает. Почему зрение падает? Вы можете опять-таки забить его в Google и проверить мои слова. У вас просто высыхает хрусталик. Он становится не такой, как сказать, податливый. И он не может так быстро уже работать. Он высыхает. Все. И он уже медленно двигается и теряется зрение. Фокус. Как будто вот эта камера, знаете, проживела. Нет влаги. Суставы. Хрущ, хрущ, хрущ. Хоп, хоп. Уже болит. Нет смазки в суставах. Это просто нехватка воды. Мы с вами. Это вода. Поэтому первое, о чем надо сказать. Сколько надо пить воды в день? 30 миллилитров на килограмм веса. 30. Это, так, минимум. В идеале 40. Если вы спортом нанимаетесь, то 50. 50. Перевожу на русский язык. Если вы весите 100 килограмм, то это 3-4 литра воды в день. Если у вас 50, это 1,5-2 литра воды в день. Это минимум. Потому что с вас каждый божий день, если вы просто зададитесь с целью и будете ходить в бутылку в туалет, то с вас будет выходить полтора литра мочи в день. Вы выдыхаете, испарение, пот. Все это полтора литра. Вам надо только же пополнять. Поэтому я, допустим, живу в Харькове. На Украине у нас есть такая вода моршинская. И там прямо сбоку такая кирка наклеится. Ваше суточное потребление воды в день полтора литра. Даже уже на бутылках это пишут, уже это люди знают. Но мало кто этого знает. По поводу воды. Очень многие мне говорят, что я пью воду. Но когда начинаем мы разговаривать, я задаю вопросы наводящие. Человек на самом деле воду не пьет. Как это легко проверить? Я вам рекомендую. Возьмите утром полторушку воды. Начинайте ее пить. И вы удивитесь, вы не допьете эту бутылку воды. Вы пьете вот такими маленькими бутылочками, либо стаканами воды. И вам кажется, что вы ее пьете. На самом деле вы катастрофически напиваете воду. Попробуйте выпить просто полторушку воды за день. Хотя бы. Одной бутылкой. Не пейте стаканами. Просто пейте вот. Как я и вы удивитесь, что оказывается вы не допиваете. А это минимальное потребление воды в день. Нужно утром выпивать 750 миллилитров воды. Для того, чтобы именно такая норма воды, уже японцы доказали, доходит до суставов. Идет смазка суставов. Запускается ЖКТ. Наш тракт. Сразу же хочется пойти в туалет по большому, по маленькому. А это очень важно сходить утром. Очень важно. Надо утром сходить. То, что вы вчера наели, должно было перевариться и сходить. Если вы по большому туалету не сходили, вы не имеете права идти к столу. У вас сейчас не переработалась ваша станция. Ждете, пока не сходит в туалет. Помочь как? Попить воды. Теплой воды. Какую надо пить воду? Надо пить воду температуры минимум 36,6. Почему? У нас с вами внутри есть и холодильник, и обогреватель. И так устроены наши клеточки, что они пьют воду только 36,6. Как только вы будете пить воду ледяную, сейчас вот здесь я смотрю на мексиканцев, на американцев, я в шоке. Они все пьют со льдом. Вот такие банки и льда кладут льда, и все пьют со льдом. Я просто не знаю, как это они. Просто я в шоке. Лед кругом, короче. В спиртном лед, в соке лед, в воде лед. В кругом у них лед. Мексиканцы такие же. Но они не знают этого, к сожалению. А незнание закона не освобождает нас от скорой смерти. Так вот, когда мы пьем с вами ледяную воду, она попадает там в желудок, она не усвоится никогда. Наша батарейка, мы с вами чело век, чело в лоб, век 100 лет. Человек, живи 100 лет. Чело век. Мы, наверное, с вами жить 120 лет, а живем 70-80 лет. Почему? Куда уходит наша 20-30 лет жизни? Счастливые, довольные, где можно путешествовать. Первое, не поверить на то, чтобы подогревать воду внутри. Наша батарейка садится, ресурс. Мы пьем ледяную воду, включаются наши ресурсы, вода подогревается внутри и только потом всасывается внутрь. 36,6. Так зачем же тратить нашу энергию, если мы с вами это знаем? Может быть сразу воду подогревать и пить ее уже комнатной температуры? Изъявите кипяток. Не поверите, включается холодильник внутри вас. Вода остывает. Как только она будет 36,6, только тогда она потом усваивается клеткой. Ранее она клетку не усвоится. Вот эти моменты, просто не поверите, спасают кучу нашей энергии, которую мы просто можем расходовать в другие русла. Путешествия, зарабатывание денег, отдавать их в любви, строить дома и так далее. Все что угодно можете делать. Маленькие такие вещи, которые нигде, никогда никто не учит. Это никому не нужно просто. Дальше побежали. С водой более-менее разобрались. Как проверить, сколько будет норма воды? Если вы по-маленькому ходите в туалет, и у вас моча воняет, и она непонятно какого цвета, бурая, желтая, розовая, как и разно она бывает, это говорит о том, что внутри вас болото. Идет дичайшая интоксикация. Поэтому есть такая русско-народная поговорка, даже те, кто сейчас живут в Америке, слышали ее, наверное, много раз. Тебе что, моча в голову стукнула? Помни такую поговорку? Это же не просто так говорили. Это реальная поговорка, потому что наши предки знали, что когда внутри у нас болото, то эти токсины поднимаются, бьют нам в голову. Моча бьет в голову. Это реально так и происходит. Почему? Потому что много токсина. Чем отличается болото от реки? Кто знает? Болото стоит, а река чечет. Так вот, если мы не допиваем норму воды, то внутри у нас застаивается водой и болото. И она пьет. Это токсины, это аллергии. Прежде всего, нехватка воды. Отсюда будут запоры. Почему будут запоры? Сам эти много лет страдал, пил всякие травы, что только не делал, свечки всякие, не помогало. Пока просто я опять не стал в этом развиваться в направлении, мне не объяснили, что оказывается в толстом кишечнике, где стоит наш кал, даже сейчас мы с вами разговариваем, он там вас ждет. Именно оттуда организм пьет воду с вашего кала. Извините, но это факт. Это опять-таки залезьте в Google, забейте, посмотрите, откуда пьет ваш организм. Оттуда. Если влаги не хватает, то даже из кала влага высасывается и он высыхает. Когда он высыхает, вы не можете пойти, потому что нет смазки, он сухой. Вы идете, у вас вылазят глаза, геморрой, а кал нет. Почему? А смазки-то нет. Понимаете? Как только вы начинаете пить норма воды, и организм воды получает норму, и не нужно высасывать скала, там идет смазка, вы ходите часы в туалет. Сел, пчел, сходил. Сходить на туалет именно так. Сел, ну, минута максимум. Встал, все, свободен. Это нормально сходил в туалет. Так должно быть. У каждого второго человека на земле есть с этим проблемы. Если с вас уже сыпется бараний горох, знаете, такие какашки, которые ешь, извините за подробности, буду как есть, так и как баран, знаете, такие шарики такие, да? Все, знаете, у вас уже нехватка воды. А если у вас уже запор, вода просто кончилась. Поэтому это важно понимать. Это просто нехватка воды. Отсюда у вас будут аллергии, отсюда будут головные боли, отсюда будет садиться зрение, отсюда будет ужасная кожа, именно потому что ваш организм пьет из вашего внутреннего унитаза. Надо его постоянно очищать. Как детки, помните? Покушал, покакал, покушал, покакал. Наверное, с вами, дай бог, хотя бы раз в день сходить. А в идеале ходить три раза в день. Если вы второе закушаете. Я кушаю два раза в день, поэтому надо ходить два раза в день. Это так, чтобы вы понимали, как бы, да, вопрос этот. Так, с водой разобрались, по-моему, да? Рассказал. Теперь какую надо пить воду, которая немаловажна? Я количество сказал, как проверить, что молча была без света и без запаха, если там болото, значит, имейте в виду. Кстати, в болоте у нас черти выводятся. Помните, говорят? Перевожу на русский язык. Это не черти. Это паразиты. Называется просто глисты. Если по умным, то называется это так. А, Б, В, Г, Д и П, П. Агрессия бактерий, вирусов, грибков и других простейших паразитов. Это такая аббревиатура. А, Б, В, Г, Д и П, П. Живут они у нас с вами в ЖКТ. Они живут в глазах, в мозгах. Ну, чаще всего живут в ЖКТ. Многие из вас там сдают анализы в надежде их найти. Их очень тяжело найти. Очень тяжело. Поэтому даже не мучайтесь по поводу этого. Вам нужно просто привыкнуть раз в полгода делать противопротетарные программы. Испокон веков во всех учениях, в Библии это даже написано, чистились, были посты. Что такое слово пост, кто знает? Так переводится тоже витабириабиатура. Пост. Постоянная очистка собственного тела. Пост. Если вы посчитаете, сколько постов, сколько дней, вы просто, ребятки, обалдеете. Это более чем 256 дней. Кто из вас готов поститься 256 дней? Я знал только одного человека. Это моя бабушка. Старство и небесное. Моя мама, мама. Баба Грони. Она была очень верующим человеком. Православная. Вот она держала все посты. Когда были скоромные дни, когда она была ехать, есть только рыбы, масла не есть. Вот она все соблюдала. Она была вот такая. Худюсенькая. 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 Когда мне многие люди говорят, типа, я там соблюдаю посты, а не вот таких объемов. Я говорю, что-то я не замечаю как-то тогда по вашим объемам, что вы поститесь. Ну, как-то я не знаю. Когда энергии не хватает, калорий, а мы получаем ее с еды с вами, то вы сохнете, вы просто уменьшите становитесь. Вот и все. А если вы, извините, жрете, как лошадь ломовая, то ни один постам не поможет. Только одно. Есть такое средство, называется гильотина. Голову. И все. Нет головы, нет проблем. Шутка? Ну, это только доля. Шутка. Все остальное правда. Дальше поехали. С этим разобрались. Поэтому, испокон веков, те, кто у нас вырос в Советском Союзе, кто ездил к бабушкам, помнят, были полынь, пижма, тысячелестник, тыквенные семечки, молокосец с знаком, горечи. Сейчас я нахожусь в Мексике. Еда вся острая. Мы подходим и просим для дочки, чтобы они, пожалуйста, no spice, уберите, потому что все. Кругом кладут все, все, все. Почему здесь очень жарко и сыро? Здесь температура средняя 32-34 градуса. У нас с вами 36,6, жарко и сыро. Понимаете? Мы с вами для земли кто? Паразиты. То, что мы с вами с ней делаем? Паразиты. Мы для глистов земля. Они для нас паразиты. Они в нас живут. Пароводы водят свадьбы, играют, детей рожают. В нас. Поверьте мне. Я уже на своем веке занимаюсь с ним 15 лет. Что только не видел. Откуда они только не выходили? Изо рта, из носа, из задницы и даже из глаз выходят глисты. Поэтому мне надо не рассказывать, что их не существует. Кому интересно, опять-таки, заходите в YouTube, забивайте там. Паразиты в глазах. Паразиты в мозге. Паразиты в сердце. И посмотрите. Только не сегодня. Иначе вы не уснете. Утречком проснетесь и посмотрите. Те, у кого сейчас уже кто там слушает в России, пожалуйста, смотрите. Приятного аппетита. Вдохновитесь. И я надеюсь, что после этого вы поверите, что они есть. Они водятся кругом и анализы вам не помогут. Поверьте. Вот поэтому надо просто раз в полгода пропивать горечи. Просто горечь. Я только что сейчас перед вами выпил горечь. Вот один из продуктов. Я сюда соберу его. У меня здесь с собой очень много добавок. Долларов на 700. Пуадарка называется. Кара морейного дерева. Вот я ее предлагаю. Я ее пью. Как профилактику. Я просто здесь сейчас пью. Естественно, я приеду с Мексики с отдыха. Вот 1 августа. Я сейчас сделаю очистку организма. Пропью паразитарочку все равно. Почему? Потому что Мексика не самая такая... Не Швейцария, так будем говорить. Мягко, да? Понимаете? Поэтому можно подхватить все, что угодно. Самое большое количество глистов, чтобы вы просто понимали, где можно подхватить. Многие думают собаки и кошки. Там можно подхватить. Но самое большое это общественный транспорт, это ручки и деньги. Кто из вас сегодня держал деньги? Пожалуйста. На деньгах находят таких глистов, таких мастей. Вы себе представить не можете. Почему? Потому что деньги гуляют из рук в руки. Катаются в Америку, в Канаду, в Мексику. Они уезжают непонятно куда. На них столько всего вы себе не представляете. Это у меня есть привычка. Когда только я деньги взял в руки, я стараюсь сразу же прийти и помыть руки. Это самое большое. Общественные места. Слава Богу, я не пользуюсь общественными местами. У меня либо такси, либо машина собственная. Стараюсь. Но опять-таки сейчас в Мексике все равно где-то перемещаемся. Туалеты, тысячи людей и все остальное прочее. Путешествия. Поэтому я знаю, что мне нужно делать. Я приехать и пропить против горечи. Горечи просто так пить очень некомфортно, неприятно. Поэтому я пью их запакованные. Они просто запакованные в капсуле. Сейчас я вам покажу. Достану. В капсуле. Я просто взял, в рот положил, спокойненько тебе взял, водичкой запил. И жив здоров. Все. Сейчас туда капсула уйдет. Она там растворится и начнет работать внутри меня. Все. Это, кстати, паразитов. Тоже, что нужно понимать. По поводу воды. Какая должна быть вода? Воды много свойств. Их больше ста. Основных семь. Расскажу коротко три. Даже давайте я расскажу два. Вам этого достаточно будет. Первое, что вам нужно знать, что вода бывает живая и мертвая. Помните нам сказка по доброму овцу нам рассказывали? На самом деле есть такой прибор. Его можно тоже доказать в Китае. Он стоит 40-60 долларов. Можно купить дорогой за 100 долларов американский. У меня немецкий фирма Hanna. Что он делает? Он показывает два параметра. Щелочная вода либо кислая и какой заряд ОВП. Что такое ОВП? Окислительно-восстановительный потенциал воды. Вода либо мертвая, либо живая. Либо вода энергию вам дает, либо забирает. Так вот, есть такая поговорка опять-таки русской народной тех, кто постарше помнит. Она звучит так. Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб. О чем эта поговорка? Я вам расскажу. О кипяченой воде. Если вы помните этим прибором кипяченую воду, она имеет заряд плюс 400 милливольт. Она мертвая. Она просто убитая. Откуда она возьмет электроны? Откуда она возьмет энергию? Не поверите, опять с вашего ресурса, с вашей батарейки человек ваш опять сядет. Опять вы уградете дни своей жизни счастливой. Все. Так вот, если прибором померить этим, то вода кипяченая имеет заряд плюс 400 милливольт. Вода с крана где-то плюс 200 милливольт. Вода фильтрованная, вот тут вода хорошая, кристалл я пью, где-то плюс 150 милливольт, очищенная вода. Вода допустимая к питью, плюс 60 милливольт. Но нет таких норм нигде. В Америке точно нет. В Европе, в Европе есть, пишут, есть перье вода и авиан, но она стоит 10 евро. А выпить ее надо много. Готовы ли вы тратить по 100 евро в день только на воду? Я сомневаюсь. Так вот, эта вода имеет заряд плюс 60. А чтобы вода энергию давала, в ней должны быть отрицательные частицы, свободные электроны. Тогда будет минус. Так вот, я пью продукт, называется коралловый кальций. Сейчас, друзья мои, секунду. Я вам сразу покажу. Кстати, вот мои добавки. Вот они, они стоят, видите? Сколько их. Я вам сразу покажу, чтобы было наглядно. Здесь где-то долларов на 700, где-то по 1000 долларов. Вот, каждый день я пью. Так, где мой коралл? Наверное, супруга забрала. Скорее всего, с собой. Здесь его нет. Ну, не суть. А нет, вдруг вот он. Так, сейчас располагаемся. Вот так это выглядит. Называется Coral Mine. Корни этого продукта идет с 1976 года. В книгу рекордов Генца попадает человек, которому было 116 лет, на острове Окинава. Впера приезжает ученый со всего мира и начинает этот феномен изучать. Чего так он долго прожил? Взяли еда обыкновенная, любимая еда на этом острове и свинина. Я там был, пытался найти суши, их там просто нет. В Токио я нашел суши, ровы. Там едят свинину. То есть, как в Украине. Я приехал, как будто не уезжал. Вот у нас. Да, любимая еда это свинина. Опять-таки загуглите, проверите мои слова. Дальше поехали. Воздух обыкновенный. Мало того, была Хиросима и Нагасаки. А живу долго. Пять тысяч человек возрастом свыше ста лет. У них есть хор, я его посещал, где берут только до девяносто. Если восемьдесят девять, еще молодуха, не годишься. Девяносто, стукнет, приходи, в хор будем петь. Они до девяносто лет ходят на работу. У них нет Альцгеймера. У них все хорошо. Нет инсультов, инфарктов. Как? Ну почему так? Почему они живут больше ста лет и тысячами? Нет нигде места такого на земле. Да, есть в Пакистане место Хунзакут. Там живу долго. Да, есть там на Кавказе, в Абхазии место такое. Есть. Но это единичные случаи. А там их много. Так вот, когда они взяли пробу воды, оказалось, что эта вода отрицательно заряженная. В ней много свободных электронов. Она энергию дает. Чтобы батарейка, не батарейка, лампочка загорелась, должен быть плюс и минус. Так вот, у нас заряженная положительная, нам нужен заряд минус, чтобы мы с вами энергию получали. Так вот, этот продукт, когда вы кидаете водичку, делает воду отрицательно заряженной. Поэтому ее нужно пить, поэтому я ее пью и всем рекомендую. Если вы хотите, чтобы, опять-таки, ваши ресурсы не тратились на это. Ваша вода, что попала, когда вы выпили эту воду, она попадет все равно в клетку. Но, за счет вашей внутренней энергии, она перезарядится, станет зарядом минус, на ней появится один электрончик, тогда она усвоится, пожалуйста, к вам в клеточку. Раньше нет. Она будет собираться в отеках. Многие мне говорят, я не могу пить воду ни одна почка. Я не могу пить воду, я отекаю. Друзья мои, вы просто пьете неправильную воду. Если вы будете пить норму воды, правильной воды, вы отекать не будете. Она будет просто всасываться легко. Есть такое понятие, как воды, она меряется в динах на сантиметр квадратный. Я не буду сейчас дурить вам голову. Это проницаемость воды. Это легко проверить. Берете листочек А4 бумаги, берете водичку, на нее капаете. Бывает вода такая жесткая, что она стоит горочкой, она не может даже проникнуть. Бывает вода, вода капнула, она такая сразу сосалась. Это мягкая вода. Вот мягкая вода, когда вы стираете, и вы не можете выстирать вещи. Голову моете, такая идеальная, что у вас такая пушистая шевелюра. Мягкая вода. Вот это классная вода. Вы должны это четко понимать. Дальше есть такое показание, как кислотно-килочное равновесие. Мы тоже с вами в химии это проходили, есть щелочи, есть кислоты. Помните, такие лакомства с вами в баночки засовывали. Так вот вся еда и все питье, что мы с вами потребляем, делится тоже на две части. Есть либо кислотные, либо щелочные. Так вот, кислот на еде это еда паразитов. Что это такое? Это все мучные изделия. Особенно белая мука. Это все стуки тетропак. Это все сладкие газировые напитки. Это все сладкое. Конфеты и шоколад. Но горький этот шоколад можно, опять в норме. Вот все эти вещи, это все нас закисляет очень сильно и кормит нашу патогенную флору, на которой потом может выложить опять-таки наши раковые клетки. Они у нас у каждого есть, вы знаете, их раковые клетки, но вопрос только одного. Либо мы их поддерживаем и кормим, и начинают они расти у нас, либо мы их не кормим. А кто-то побеждает. Помните, как притчу мексиканского дедушки спросил внука, что у нас всегда два волка борются внутри, белые и черные. А кто из них победил? А победит, говорит, тот, кого ты будешь кормить. Будешь кормить белых, победят белых. Будешь кормить черных, победят черных. Это про психологию, помните, я говорил вам, что вы в свою голову запускаете. Так и здесь, кого будете кормить. Так вот, к сожалению, друзья мои, щелочных продуктов на земле очень мало. Арбуз щелочной, банан щелочной. Я всегда не могу понять, почему я так люблю банан и арбуз. Я вот здесь просто сейчас постоянно прихожу, я беру целую тарелку и ем арбузов, много ем арбузов. Потом я нашел табличку тоже в гугле щелочных продуктов. В рис мне очень нравится тоже. Я думал, может, я был когда-то китайцем. Я люблю рис. Но их мало продуктов щелочных. В основном, основная масса продуктов, это продукты, которые нас закисляют. Поэтому нужно что-то делать. Именно по этой причине, опять-таки, если прибором этим померить, вода, которая делает этот продукт, она слабо щелочная. Она выравнит щелочное равновесие в организме. Для чего это нужно? Тоже объясню очень коротко и понятно. Может быть, кто-то из вас когда-нибудь видел по телевизору, да наверняка видели. Человека ведут в реанимацию, он еще не в реанимации. Его только загрузили в машину. И первым делом во всем мире делать одну интересную вещь. Они берут, пробки здесь нет, и бутылку вешают над ним. И капает ему что? Напишите в комментариях. Что капает в реанимации? Кто знает? Вот здесь можно написать. Я вам послал знак. Кто знает, что капает в реанимации? Причем и в Канаде, и в Америке, и в Украине, и в Мексике. Везде капает одно и то же. Они как будто сговорились. Что же капает? Кто думает? Кто знает? Физраствор, София пишет. Окей. А что такое физраствор? Это натрий хлор 0,9%. Это слабо щелочной раствор. Если померить лакбасом, либо этим прибором, который у меня тоже дома валяется, то PH будет 9. Почему? Потому что в щелочной среде много энергии и не развивается патогенная флора. Поэтому, чтобы человека вернуть к жизни, его быстро ощелачивают. Прямо вернется в реанимации. После операции, до операции всегда это делают. Это точка жизни. У нас с вами внутренняя наша кровь, когда-нибудь, помните, там пальцы разрезали, пробовали, она такая соленоватая. Соль это тоже щелочная, она у нас слабо щелочная. Соленоватая у нас кровь. Надо это четко понимать. И нам нужно то же самое делать с ней, чтобы она такая была. Тогда кровь будет текучая. Что такое инсульт и инфаркт? Это когда кровь густая. Когда мы пытаемся кислыми продуктами, у нас кровь густая, мы не пьем воду. И кровь, как масло такое, тяжело гонять сердце. Сердце приходится качать сильнее, то есть поднимать давление. А что мы делаем? Мы берем, пьем таблетки, чтобы давление снизить. А у всех есть задача прокачать кровь, чтобы на мизинце правого пальца кровь дошла. А оно не может. Ему приходится качать. Понимаете? Если сердце поднимает давление, значит, это нужно у вас густая кровь. Если так, говорю, очень просто. Женщинам задаю вопрос, когда я так выступаю, у нас прямое общение. Я говорю, у вас вот вы сварили густой борщ, либо суп. Что нужно сделать, чтобы он стал не такой густой? Добавить воды, правда? Не поверите, как все просто. Так вот, если вы будете просто пить норму воды, у вас просто кровь будет жиже. Ей будет легко гулять у вас по организму. Тем самым это профилактика инсультов и инфарктов. Да, там еще второе. Если вы много мяса кушаете, там холестерин можно собраться. Это может быть еще из-за этого. Но опять-таки, если мы будем есть рыбий жир, который тоже всегда есть со мной, омега, то у вас всегда с этим проблем не будет. То есть, белки и так далее не будут сейчас ковыряться. Это тоже помогает профилактика от атеросклерозов, то есть, вот этих мляшек, что убирать. Ребят, все это можно убрать с помощью добавок. Было бы желание только. С водой тоже, надеюсь, разобрались. Поэтому пьем воду с ряда минус и щелочную. Норма воды. 30-40 миллилитров на килограмм веса. И будет вам уже счастье. Даже если вы это будете делать. Тут первое. Пора быться и мозгами. Представьте общаться с негативными людьми и смотреть телевизор. И при этом потом вы просто-напросто будете пить норму воды. Да? Вот такой, который я говорил. То вы почувствуете просто колоссальную энергетику уже. Тебе, как вы, как вы помолодеете. Вот мне в следующем году 50 лет. Мне никто их никогда не дает. Хотя, уверяю вас, я живу неправильным образом жизни. У меня много косяков, я много путешествую и много ем. Хочется попробовать и то, и то, и то, и то, и то. Я ложусь плотно спать. Косяков много. Но за счет того, что я бью много добавок, я стараюсь, чтобы моя внутренняя батарейка и ресурс хотя бы на это не тратилась. У меня есть такой продукт. Вот, мой любимый. Я всегда это ем. Первый продукт называется папайя, папаин. Второй продукт называется ассимилятор. Это ферменты. И то, и то. Я всегда прихожу и ем после того, как я покушаю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы помочь организму переварить пищу, которую я скушал, не за счет моих внутренних ресурсов, а за счет ферментов, которые я закину сверху. Так как мы с вами не так сильно много едим зелени, хотя вы знаете, да, тарелка должна быть, 70% должно быть зелени, да. Ну, кто так ест, друзья мои? Ну, по-честному. Никто. Поэтому я помогаю организму, добавляю ферментов вот таким образом. Для того, чтобы быстро переварить. Я когда делаю презентацию, я всегда показываю эксперимент, как работают ферменты. Берите кашу. Просто любую кашу сварили, принесли. Вот я на презентацию ходил оффлайне, да. Беру, накладываю к эту кашу. Беру туда, открываю капсулу ферментов, ассимилятор в частности. Да, вот беру капсулку, я беру ее, хоп, и туда высыпаю. И пока я рассказываю про продукт, все остальное. Вот рядом две тарелки. В одной я положил, ферментов в другом нет. Я через 10-15 минут заканчиваю, я беру вот эту кашу, которая там, где есть у меня ассимилятор, просто беру, так показываю, она вся выливается, как вода. Она все переваривается. А та, как было кусок, так и лежит. Вот что делает ферменты. Они помогают переварить пищу за счет этой энергии, своей ферментов. А не ваших, которые бы вырабатывал бы организм. Так, чтобы опять ваши ресурсы, опять бы батарейка сокращалась. Вы должны это четко понимать. По этой причине, вот всегда, это у меня любимый продукт дочки моей, папа, я ее подворовую. Это наш с Наташей. У нее заметно конфет. Просто она ест сколько хочет. Она вот такую банку, 20 капсул, просто съедает за 2-3 дня у меня. Для нее это самый лучший конфет, это называется лецитин. Для детей очень важно. Ей 8 лет, вот скоро будет. И она помнит все, все моряки она была. Она путешествует еще с второго матери. И она уже была на океанах больше, чем большинство людей на земле. Побывала на своем. И она помнит везде. Где какой был отель, что она ела, где она была, с кем она разговаривала. Где какие горки вспоминает. Понимаете? Я когда фотки ей показываю, она говорит, о, так это там-то, там-то, там-то. Помнишь, какой-то дракон был? Я говорю, не, не понял, как, но еще мне рассказывают. И я забываю, а она помнит. Лецитин-то память. Лецитин это, особенно те, кто ученики есть, кто учатся, это очень важно пить. 2-3-2 вечера лецитин. Это наша оболочка. Ну, это много, рассказывать могу. Это просто мегапродукт, без которого просто нельзя жить сейчас на земле. Потому что мы, к сожалению, с нашей пищей недополучаем всего того, что нужно. Поэтому приходится добавлять каких-то вещей. Поэтому называется добавки. Чтобы добавить к пище. Помните, Гиппократ говорил, сделайте свою еду лекарством, а лекарство своей едой. Так вот, это моя еда. Это нет лекарства. Вот. С этим мы отобрались. Теперь переходим к пункту питания. Мягко. И на этом мы закончим. Информация, хоть ценная, важная, скажите мне, дайте мне обратную связь. Напишите, пожалуйста, там кто-то меня слушает. Смотрю. Все без видео, поэтому непонятно слушать, не слушает. Насколько ценная информация и важная. Можно включить микрофончик. Не стесняться. У вас в нижнем левом углу есть микрофон. Я покупаю водички. Добрый день, Анатолий. Вообще все супер и интересно. Все классно. Спасибо. Окей. Тогда поехали про питание. Не буду много рассказывать. Вы тоже в этом понимаете лучше, чем я, скорее всего даже. Но интересные вещи. Есть такие статьи в гугле. Вы можете проверить их тоже, найти. Я их часто подчитываю. Сколько было витаминов и минералов 10 лет назад? В помидорах, в огурцах, в бананах и во всем. Посмотрите. Вы просто ужаснетесь. Я сюда привожу просто простой пример. Так как я ребенок Советского Союза, я воровал яблоки, по огородам лазил. Надеюсь, мальчики тут делают то же самое. Хотя яблок своих была тьма, но очень важно было, чтобы это было в соседском огороде. Я почему четко помню запах этих яблок, запах помидоров, потому что на помидоры вывозили. Я помню, когда я откусывал яблоко, то буквально через секунды 2-3 он становился совершенно черным. Почему? В нем было много железа. Сейчас ты покупаешь вот такие красивые яблоки. Пиво откусываешь, положил. И дай бог, что оно хотя бы по краю потемнело, понимаете, через час. А может быть и не потемнеет вообще. Вот и все. То есть там нет ничего. Помидор нюхаешь, а у него даже запаха нет. Я раньше на помидоры, когда нас вывозили в Советском Союзе, еще собирали помидоры, у меня голова кружилась от запаха помидоров. Какие они были вкусные. Сейчас нет таких помидоров. Соответственно, в них нет ферментов, в них нет минералов и витаминов. И нам не хватает этого катастрофически. Многие удивляются. У меня мама есть 74 года. У нее здоровья реально больше, чем у меня. Она такая тамбовская русская баба. Она у меня с Тамбова. Если с ней пойти на рынок, уверяю вас, вы просто умрете, потому что она будет ходить с сумками на себе и просто как лось. Тьма здоровья. Я не мог понять, откуда. Потом я стал понимать. Первое. Они много всегда двигались. Это раньше. Сейчас у нас есть лифты и пульты от телевизора. Смартфоны, патефоны. Но раньше ничего не было, друзья мои. Все делали. Носили воду в руках. Во двор ходили в туалет. Не поверите. Я рос в таком доме. Я воду носил. Я знаю, о чем я говорю. И так далее. Они двигались очень много. Второе. Какая была вода. Мы все. У нас были родники и сосики. Мы подходили пить воду и дальше шли. Сейчас воду пить нельзя. Уже все. Какая была еда. Какой был воздух. Он был незагазуем. Поэтому у них заложено фундаментальное здоровье. Крепкое. Понимаете? Мы вроде бы уже сейчас. Вроде бы современный мир. Все вокруг есть. А здоровье как-то маловато. Именно по этой причине. Мы стали меньше двигаться. Мы слушаем много негативной информации. Мы пьем непонятно какую-то жижу. Непонятно пьем какую. Едим какую еду. И хотим быть здоровыми. А откуда? Если у нас с вами строительный материал. Это только вода и еда. Это все, что нам нужно. Из этого строится дом. Можно построить дом из дерьма? Наверное можно. Но вопрос как он будет держать. Как он будет стоять этот дом? Вот и все. Вот то что мы едим непонятно что. А как мне рассказывают в Америке. Опять таки сейчас здесь нахожусь. Я вижу что здесь питаются. Чем ребята. Это. Я в шоке. Дети. 90% людей просто ожиревших. Фото жирные. Понимаете? И они вообще нигде ну как бы для них это норма. Спец чипси полными стаканами со льдом. Чипсы. Это у них любимая еда. Смотрю. Я жду кто что ест. Хот-доги. Есть нормальная еда. Есть рыба жареная. Мясо. Возьми. Хот-дог. Жареная картошка. Кока-кола. Друзья мои. Откуда будет здоровье? Ну подумайте сами. Если взять хот-дог и картошку, которая продается в Макдональдсе. Закопать ее. И уже проверено. И раскопать еще 10 лет. Она не сгниет. Почему? Она обрабатывается такими химикатами, чтобы не пропадать. Я просто знаю. У меня есть люди, которые работали в Макдональдсе. Мешками просто все это привозится. Котлеты мешками. Картошкой мешками. Так просто загружается. Все это варится. Это процесс. Это просто бизнес. То есть та же картошка, которая там есть. Вы думаете, сейчас как выращивать картошку? Да просто ее сейчас опыляется только чем можно. Почему? А это урожай. Чтоб жуки не пожрали. Понимаете? Чтоб птицы не поели. Да почему? Да потому что это чей-то бизнес. Им наплевает на ваше здоровье. Вы должны это понимать. Поэтому мы в ответе за это. Что мы едим и пьем. Так как я такой же как вы человек. Я хожу в супермаркет. Хожу в такие же рестораны как вы. Именно по этой причине я добавляю к свою пищу добавки. Я ем железо. Я ем йод. Я ем витамины группы А, группы Витамины группы В. Я себе покупаю вот такие полноценные белки. Противити ультра называется. Здесь есть вся матрица аминокислот. Здесь есть все аминокислоты, которые необходимы человеку. Все. Я могу мясо не есть, но если я буду этот продукт есть, я перекрываю все. А мы сами созданы из белка. Мы есть по сути белок. Вот и все, друзья мои. Почему пришла наша медицина? Существует 26 тысяч видов диагнозов. 350 тысяч лекарств. Врачи не могут сами с этим собладать. Потому что их учат, затачивают под лекарства. Потому что обучение врачам оплачивают фарбакологические компании. Для них цель одна – продать. Все. Вы должны это четко понимать. Поэтому у нас есть врачи. И гинекологи, и проктологи, и стоматологи, и окулисты. Каждый лечит свой орган, смотрит в какую-то дырочку и хочет найти проблему. А там ее давно нет. Потому что это уже следствие. Причина была раньше в том, что мы поели и попили. И в том, о чем мы подумали. Вот там была причина. А это уже следствие. И мы работаем со следствием. Именно по этой причине никто из вас не читает лекарства. А там написано русским языком, в Америке на английском. Убирает симптомы заболевания, друзья мои. Симптомы. Не заболевания, а симптомы. То есть у вас горит лампочка. Вот представьте, у вас есть машина. Раз загорелась такая масленочка. Надо проверить масло. Вы говорите, ерунда. Хоп-провод перерезали и дальше поехали. Почему? Ну все, лампочка не горит. Все нормально. Машина рабочая. Поехали дальше. Вот что делает лекарство. А лампочка-то почему загорелась? А кому это надо? Кто будет выяснять-то? Вот и все. Все. Поэтому нужно понимать, что причина следственной связи нужно просто понимать. Поэтому, когда человек, допустим, обращается и говорит, у меня это, это и вот это. Я говорю сразу, у вас проблема с тем-то, с тем-то, с тем-то. Почему? Друзья мои, проблему у всех людей на земле и все болезни только от того, что я вам только что говорил. От психологии, воды и еды. Как только мы эти три вещи поменяем, вы увидите, как ваше здоровье начнет восстанавливаться. Удивительным образом. Самостоятельно. Почему? Мы так с вами устроены, мы Богом так созданы. Если вы палец разрезали, даже если вы ничем заливать его не будете, то не поверьте, через неделю что с ним будет? Он затянется, заживет. Регенерация. Мы такая система, мы самовосстанавливаем. Нам надо помогать организму. Мне надо лезть его, лечить какими-то химическими лекарствами, какие-то сбои делать. Ни в коем случае. Помочь. Дать строительные материалы организму, и он сам все дырки подзолотает и сделает вас здоровыми. Почему? У него такая задача ваше тело, чтобы вы прожили долго и качественно. Да, мы любим посвинячить. Да, мы косячим и мало двигаемся. Мы поднимаемся спать, мы пьем спиртное, кто-то курит и так далее. Много всего. До Пасхи у нас 120 лет. До Пасхи мы можем жить больше. Вы же помните опять-таки написано в Библии, мы жили там и по 1000 лет. Но сейчас почему не прожить 100 лет? Я задаю себе вопрос, ну почему не прожить качественно 100 лет? Качественно. Потому что многие говорят, ну мы все равно умрем, зачем нам это пить? Согласен на 100%, мы умрем. Но только есть одно но. Когда и как? Либо лет в 70 инсультов и инфарктов, и ваши дети и внуки будут вас проклинать. Под вас будут утки носить и сидеть с вами в реанимации, потому что вы им жизнь перековеркаете. А вы будете сами просить Богу, что вас он забрал, а он вас не будет забирать, потому что вы и так свинячили. Теперь будете зарахлачиваться. Либо второй вариант. Лет в 99 вы умрете от оргазма. Какой вариант вы выбираете? Я надеюсь, что второй. Правда? Если у вас за головой все хорошо. Но для того, чтобы в 99 от оргазма умереть, надо заниматься своим здоровьем, делать банальные вещи, о которых кто-то что рассказал. Поэтому существует у нас программа, что называется 90 дней. Потому что именно через 90 дней человек уже получает яркие, мощные по здоровью результаты. 90 дней. Всего лишь напросто. Вообще обновление всех ваших клеток происходит в течение трех лет. Глаза, сердце, пищевизонка. У вас поменяется все. Где-то раньше, где-то позже. В среднем три года. Кости семь лет. Они жестче, надо больше обновления. Три года. То есть, если вы заниматься с собой, то через три года у вас будет другое тело. Вы помолодеете. Поэтому, когда я сейчас своих одноклассников, уже толстых, лысых и седых, я понимаю, что я, слава богу, я еще держусь. По той причине, что я вот пью, помогаю своему организму. Я раз полгода делаю очистки организма. Я раз полгода делаю портиопаразитарные программы. Я раз полгода делаю лимфоочистку. Я каждый день пью добавки, которым не хватает. Я пью норму воды. Всего-то делов-то. Я говорю, это дорого, друзья мои. Я вам скажу по деньгам и будете смеяться. То, что я кушаю в день, это, если взять по-скромному, я больше ем, но чтобы себя поддерживать, это стоит два доллара в день, я считал. Можно обойтись двумя долларами в день. Это чашка кофе и пирожок. Кто из вас не может себе позволить чашку кофе и пирожок? Любой может. Любой может. Это два доллара в день. Доллар стоит полтора литра воды биодоступной. И доллар стоит еда. Биодоступная еда, о которой я говорил. Доллар. Это так по-скромному. Хватит. Это для любого человека. Кто скажет, но это же 60 долларов. Ну да, типа того, 60 долларов. И что? А теперь мы посмотрим, что мы покупаем. Майонезы, кетчупы, конфеты, колбасу, сыр, который не пропадает и так далее. Друзья мои, да вы денег сливаете гораздо больше. Если вы просто в холодильник залезете, поймите, что у вас там лежит, и просто перестанете тратить на эту ерунду деньги, у вас не 60, у вас 600 долларов останется. Которую вы можете инвестировать в свое здоровье. Понимаете, в чем парадокс? Мы с вами ходим на работу. Работаем с 8 до 5. Пройдем свою жизненную энергию. Не видим свою семью. Отказываемся во всем. Чтобы заработать свои там 500, 1000, 200, 300, сколько получаете, неважно. Там 1000 долларов в месяц. Потом основную массу денег мы с вами относим в супермаркет. И покупаем непонятно что. Берем, покупаем это все. Жва, жарим, шкварим, все это убиваем на огне. Едим все это. Отравляем свой организм. Потом заболеваем. Бежим к врачам. Платя нам 5 деньги. Потом идем в аптеки. Покупаем лекарства для того, чтобы вернуть свое здоровье. Где голова у людей? Мы сами тратим свою энергию, твои деньги на то, чтобы все убивать. Если просто пересмотреть свои привычки чуть-чуть. Окей, не хочешь пересматривать. Значит, надо просто больше зарабатывать. Вы можете есть то же самое, что вы видите. Окей. Но надо добавлять что-то, чтобы помогало. Я всегда объясняю просто. Смотрите, вот есть аквариум. Нам это задавали в школе. Аквариум с водой. Открывает кран грязной воды, открывает кран чистой воды. Вопрос был такой. Когда аквариум очистится? Как вы думаете? Сейчас есть микрофон. Можете написать, да. Анатолий, еще раз. Как про аквариум? Аквариум. С одной стороны льется грязная вода, с другой стороны чистая вода. Вопрос. Когда аквариум очистится? Никогда. Ну да, получается. А теперь у меня вопрос. А что же нужно, чтобы аквариум очистился? Если вы понимаете, что мы с вами аквариум, 70 литров воды. Что нужно? Варианты? Нет. Вам нужно либо прикрутить грязную воду. То, что мы с вами потребляем в супермаркетах. Либо открыть чистой воды. Добавочек добавить. Чтобы нейтрализовать это, понимаете? Вот и весь секрет здорового образа жизни. Либо добавляем здесь добавок, чтобы перекрывать то, что мы с вами косячим. Либо убираем свои косяки, коль у нас не денег на добавки. Все. И будет вам здоровье. Но нет ничего сложного. Все это легко и просто. Потому что просто слово рост, а сложно слово ложь. Ложно. Поэтому я за то, чтобы все было просто. Все в жизни просто. Физиология. Это просто физиология. Об этом везде написано. В конце концов даже в сказках это было сказано. Нам это бабушки читали. Вспоминайте. Добра молодец скачет. Бабка. Сынок. Ты мне там крышу перекрой. Что? Добра молодец. Говорил бабке. Ты что, старая, с ума сошла? Ты сначала добра молодца. Водой ключевой напои. В баньки попали. Почисть меня. Накорми. Дай отдохнуть. Восстановиться. А потом и дело спрашивай. Помните, нет? Это концепция здоровья. Она передавалась в сказках. В были. Это концепция здоровья. О которой только что я вам разложил. Просто по умному чуть-чуть. А это все передавалось элементарно в сказках. Вот и все. Нужно, чтобы быть здоровым. Поэтому есть программа. Называется еще раз P90. Сокращенная. Вы можете те люди, которые сюда пригласили. Ее попросить. Вам ее скинут. Она в чатаном виде. Есть подешевле. Есть средний. Есть люкс. То есть на каждый кошелек ее можно подобрать. Там есть прям готовые решения. Детокс. Калавада. Простарка. Сейчас не буду про это говорить. Потому что у нас уже время. Пора заканчивать. Эфир. У нас сейчас серийный. Просто прямой эфир. Уже будет в инстаграме. Поэтому попросите эту информацию. Вам ее скинут. Изучите ее. И начните с собой заниматься. Уверяю вас. Скупот платят дважды. Вы тут сэкономите. Там отдадите. Это не я придумал. Это жизнь. Это закон. Вселенная. Чем больше дашь, тем больше получишь. Что излучаешь, то и получаешь. Поэтому давайте с вами делиться позитивом по жизни. Спасибо, что были с нами. Вам дай Бог здоровья. Если есть вопросы, обращайтесь к Ирине или к тем людям, кто вас пригласил. Здесь люди разные. Занимайтесь собой. Уверяю вас. Это очень выгодно и очень мудро. Всем счастливо. Спасибо, Анатолий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...